В детстве у мамы был огород в 25 соток, и вот когда картофель цвел, вот этот запах цветущего картофеля, вот он как-то вызывает какое-то такое чувство, вот и хочется и радоваться, и смеяться, и не знаю у кого как, а вот у меня самые благоприятные такие вот воспоминания связаны с цветущим картофелем, особенно его запах. Вот кто часто выращивает свой картофель и на огороде, вот надо рано утром выйти и понюхать этот запах, вот тонкий запах, вот по-моему ни одни французские духи с ними не сравнятся, тонкий запах цветущего картофеля. Ну вот этот картофель так выглядит еще потому, что я поставила маленький эксперимент. На глубину лопаты была вырыта яма под картофель, сделана полная заправка органическим удобрением, то есть пригоршня была там перегноя, суперфосфат, калимакта и щепотка луковой шелухи. Это по опыту прошлогодних нашей работы с дешковичами, вот они рекомендуют лук, чтобы отпугнуть лажнопроволочника, вот посмотрим. А потом чуть повыше, на втором уровне, еще клубень картошки, и вот в этой лунке получается картофель, две картофельные лежат на разных уровнях. Значит урожай из одной лунки мы должны получить двойной. Мы посмотрим какой будет урожай. Вот первые два ряда, это идут Тулеевский, сорт Тулеевский, потом идет Любава, а здесь вот идет более поздний сорт, это сорт Невский, он немножко помощнее. Но в силу того, что здесь есть минеральное удобрение, а у нас сейчас еще очень хорошая погода стоит, дожди перепадают, вот он очень хорошо растет. И здесь еще один эксперимент. Между редками и картофеля проложен полуперепревший навоз. Я почему-то подумала, что это не помешает росту клубней, а с другой стороны запах аммиака, выделяющегося при попадании влаги на навоз, он будет отпугивать именно самого жука колорадского. Уже не гусеницу, не личинку, которая потом съедает, а самого жука. И вот как опыт показывает на самом деле, что действует непонятно, но жука не видать. Продолжение следует...